Неприметный, но всевидящий, крадется в потоке экипаж ДПС. Наказать нарушителя в наше время непростая задача. На каждом перекрестке инспектора не поставишь. А если даже предположить, что это возможно, завидев патруль, автомобилисты становятся максимально законопослушными. Ровно до тех пор, как скроются из поля зрения дорожного полицейского. Для этого и ввели скрытое патрулирование. 8-4, Аутлендер, 324. Автомобиль без цветографической схемы патрулирует Иванова ежедневно. Зафиксировав нарушение, инспектор по рации сообщает приметы автомобиля. Его останавливает ближайший экипаж. Экипаж принимает меры воздействия к данному правонарушителю. В настоящий момент как раз проходит данное мероприятие. Ежедневно выявляется порядка 20 правонарушений подобным образом. То есть, если водитель думает, что за ним не следят, то что в потоке не едет сотрудник ГИБДД, это далеко не так. Зачастую нарушители отпираются, свою вину не признают. На этот случай автомобиль скрытого патрулирования оборудован сразу несколькими видеокамерами. И это же исключает коррупционную составляющую. Доступа к черному ящику у инспекторов нет. Удалить данные невозможно. Таким образом, в городе ежедневно фиксируют десятки нарушений. Самые частые правонарушения, которые фиксирует скрытый патруль, это нарушение расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Выезд на полосу предназначен для встречного движения, а также проезд на запрещающий сигнал светофора. То есть, это самые частые объявляемые правонарушения. В центре внимания не только автомобилисты. Эта женщина поленилась дойти до светофора и явно не ожидала, что за нарушение придется ответить. Почему дорога-то в неположенном месте переходите? Да я чуть-чуть такой пошла. Ну, глядите, мы пока проехали. Вы столько времени стояли, ждали. Рядом пешеходный переход. Я уверен, до него было быстрее дойти, чем стоять здесь, да еще и нарушить. Маршрут патрулирования строят заранее, согласно карте аварийности. Работает экипаж весь день, объезжая проблемные перекрестки. Но дело даже не в составленных протоколах. Просто каждый нарушитель должен помнить, что и на его пути может оказаться машина без спецсигналов. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.